Преподаватели Чувашского государственного университета за здоровый образ жизни. Ежегодно в УЗИ проходит неофициальная сдача норм ГТО. Ситуация для спорткомплекса Чувашского государственного университета нестандартная. В залах не студенты, а преподаватели. Они стреляют из пневматической винтовки, соревнуются в челночном беге, подтягиваются, отжимаются, прыгают в длину с места. А все потому, что уже в третий раз в стенах Чигу проводится сдача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования по нормативам ГТО имеют большующее значение. Почему? Потому что это не только укрепление здоровья в этот день, но это и стимул себя проверить, свои сильные и слабые стороны. Это хороший стимул для того, чтобы показать пример молодежи. А сегодня сдают, я напомню, нормативы ГТО люди более взрослые, это преподаватели и сотрудники. И, безусловно, это хороший такой внешний вызов для любого студента, чтобы заниматься ежедневной физической культурой и спортом. Комплекс разделили на летние и зимние дисциплины и проводят дважды в год. Оказывается, совмещать работу и занятия физической культурой совсем не сложно. Кроме того, что важно, еще и очень почетно принимать участие в таких мероприятиях. Это пример студентам, что нужно вести здоровый образ жизни, что нужно заботиться о своем здоровье с молодых лет. И, конечно, это еще один способ проверить, насколько ты готов к спортивным мероприятиям. Для нас, для медиков, есть девиз – в здоровом теле, в здоровый дух. И поэтому мы своим примером показываем обучающимся, насколько важно дорожить бесценным богатством своим здоровьем. Проверить возможности своего организма решили более 400 человек. Возрастных ограничений среди участников не было. При сдаче комплекса ориентировались на уже существующие нормативы ГТО. В прошлом году большая часть сотрудников университета сумела показать результаты, соответствующие знаком отличия золотого, серебряного и бронзового достоинств. Сейчас же многие из них сумели улучшить свои показатели. Екатерина Абрамова, Алексей Апанаев, Республика.